всем привет друзья ну что новое видео на канале осязаемая музыка и сегодня я записываю это видео 10 мая сегодня у нас очередная годовщина нашего с вами любимого альбома выхода до нашего любимого вот сегодня уже исполнился тридцать один год с момента выхода вот этого культового до альбомчик а ну что ну вы правда это узнаете завтра чтобы ведь видео выйдет в субботу ну а мы с вами начинаем новое видео спасибо всем кто посмотрел предыдущее видео новую рубрику на канале что же послушать многим зашла сказали давай продолжай окей значит будем продолжать есть уже у меня наброски следующего выпуска что вам посоветовать надеюсь вы все послушали группу докин и сольный альбом первый альбом дона докина его сольник 90-го года выходил надеюсь все послушали оценили кто послушал кто оценил кто уже заказал может какие-то диски пишите в комментариях будет интересно почитать ну а сегодня у нас выпуск такой прям классический про евро дэнс европоп и у нас сегодня в гостях группа сквизер помните такую группу немецкая европоп евро дэнс группа сквизер я сегодня тоже с подсказочкой небольшой для себя ну что ребята группа сквизер образовалась до 100 пятом году и образовалась на при помощи одного очень известного человека человека звали мало адыбизи все знают молоды без это культовый ведущий культового канала музыкального 90-х вела тв почему с его помощью потому что собственно говоря вокалист группу сквизер джим ривз это его кузы и вот при содействии значит молоды без и джиму ривз создал группу сквизер и первоначально группа сквизер состоял из двух человек это джем ривз и его лишь под и он и шпат записала только одну песню в группы сквизер до ее вокал это первый трек который уже 25-м году композиция называлась скэнди рэнди помните такую композицию вот потом его уходит из группы занимается она про нее немножко прочитал чем она занималась после ухода да и вот себе тут выписал в общем она продолжила и вон шпат работу в качестве танцовщицы вашей любимой группы мастер бой а затем она принимала участие в составе женского и такой поп-группы фанки даймонд ну кто помнит вот но первоначально она записала композицию и бокал на песню скэнди рэнди группы сквизер но после того как она ушла на ее место приходит лора да правило лоретта лора лоретта штерн которая собственно говоря и стала лицом группы вместе с джимом ривзом третий человек у них еще был танцор не помню уж как его звали он там сначала был один потом он был другой в общем роли особо он не играл просто как третий участник чисто танцор собственно говоря и все больше он ничего не делал даже бэк-вокал не пил вот лора штерн и джим ривз это в принципе основной такой состав был группы сквизер ну и после ухода значит и вон шпат группа уже с лорой штерн записывает второй свой сингл собственно грязь которого я узнал эту группу композиция называлась blue джинс ну я думаю помните композиция blue джинс была очень популярна в испании в испании вообще группа сквизер была популярна потому что следующий сингл который вышел после blue джинс он зала sweet kisses он прям там что-то не первое место на протяжении помню с каких недель занимал в общем испанцы точно помнят группу сквизер а вы помните выпуск еще раз вам такой вопрос так вот я в девушистом году уже вы чтобы композиция blue джинс я ее увидел сразу меня уже на то время был канал вела и там ее крутили прям каждый час точно клип blue джинс крутили да такая летняя веселая композиция как в принципе и все композиции песни группы сквизер надо в общем крутили песня набрала обороты тут же вышла следующая композиция sweet kisses то также в девяносто шестом году и тоже было очень популярно повели ее крутили у нас в латвии и крутили у нас тут у нас я вот только чуть не запомнил сканди рэнди а blue jeans sweet kisses крутили также крутили следующий сингл saturday night ну все наверное помните это уже saturday night сингл вышел 97 году состав не меняется уже вышел вот этот альбом собственно говоря который назывался drop your pants вот такой вот диск у меня есть 96 года альбомчик надеюсь сейчас фокус ловит а то когда в прошлом видео показывал вам кассеты счетов фокуса как-то не было у нас здесь сейчас нормально не буду слишком близко показывать такой вот диск у меня в коллекции оба альбома 2 альбома всего вышло группу сквизер ну сейчас перейдем к этому диска графе так вот вот так собственно как выглядит диск сейчас я достану буклет вот такой вот рысенький буклет может быть здесь собственно говоря имя танцора я просто не помню как вызвали титти титти что-то там вызывали не помню в общем но вот этот такой классический состав группы сквизер даже вот именно с этим танцором мне кажется вот прям лора штерн джим ривз кузен молодый бис и вот танцор ну к сожалению вот я еще забыл как его звать к лысенький буклетик альбом веселый у меня аж коллекция вы видите два диска группы сквизер можете удивиться лёха ну как бы европоп такой ну грубо была известная группа была популярна и эти два альбома я собственно говоря покупал по какому евре плюс два доставка 3-4 евро там как диск не обошелся в общем сказочные да такие цены были раньше сейчас таких цен уже нет пишите кстати если у вас коллекции группа сквизер так вот saturday night вышла и вот по моим воспоминаниям после saturday night вышла композиция очень классная наверно моя любимая композиция данной группы потому что это была совместка совместка уже была с молодой бизи двоюродным да братом джима ривз ну наверно двоюродный кузен тоже двоюродный вроде как братья и такой поп пацанской группой bed and breakfast помните такую группу в общем композиция называлась гель райт классный трек по виве крутили очень его часто ну и понятно почему молодой биси один из крутых виджеев канала вилла принимал непосредственно участие в этой композиции да в общем гель райт 97-й год сквизер фичеринг молодой биси и bed and breakfast ну классная песня надеюсь вы помните и вот только потом вышла по моим воспоминаниям композиция ну наверно почему-то она стала самой известной композицией группы и хотя уже эта композиция мне не нравилось это была композиция на песню тамагочи но все вы помните эту игрушку даже надо было кормить своего зверька и не дай боже он умрет надо было убирать за ним какахи кормить и так далее я уже в то время работал как-то за и вот эта композиция вся эта тема мне жутко не зашла и по моим воспоминаниям именно сначала вышла гель райт а потом тамагочи но может быть я не прав да потому что везде вроде как пишут сначала вышла тамагочи а потом гель райт но не суть пишите в комментариях как по вашим воспоминаниям воспоминаниям все это происходило ну и собственно говоря это последняя была известная песня которая занимала киты высокие позиции в чартах затем попал популярность группа пошла на спад собственно говоря эти песни уже вот из второго альбома который назывался стрит лайф вот так вот он выглядит фокус есть ребята надеюсь есть вот дальше вышла композиция которая еще была такая прикольный медляк визал чем называлась песня 98 году затем 98 году вышел сингл на композицию wake up потом группа сквизер принимает участие в записи композиции лэдзи мюзик хилл ее соул это такой браво all stars был там много кто участвовал затем выходит песня выше в югер выше в их не выше в ухе и этот взятый год и в 2001 году выходит последняя композиция в которой принимает участие лоретта штерн композиция называлась ременбер сам сам тяньс дайвам бур сам тайнс так вот и в этой композиции уже принимал участие еще одна девушка уж не помню как ее звали покажу и потом состав начал меняться просто джим ривз он оставался 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 остальные участники менялись 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 альбома больше не выходила альбом стрит лайф какого года он у нас какого года 98 года он группы сквизер последнего собственно вся дискография по альбомам до сингл я не собираю вы знаете это так вот состав там менялся куча участников танцоров певицы вот джим ривз он был кем основным как основатель он там продолжал быть пока к сожалению 2016 году возрасте 47 лет он не ушел в мир иной да его больше нет с нами на этой планете rest and peace как говорится ну и все группа не продолжила свое существование от чего он умер ушел я не знаю вообще когда забиваешь джим ривз в интернете да то находит другого певца более старого такого совершенно другого но забейте увидите ну и вот такой вот собственно говоря второй альбом был у группы сквизер стрит лайф тут они вдвоем уже без всякого танцора джим ривз и ларета штерн вот такой вот диск еще раз коробочка классический сломано эти вот штучки просто ломаются ну вот так вот диск ну все фото в инстаграм вы же знаете может быть не сразу но будут так что подписывайтесь на инстаграм кто хочет поддержать канал ссылки в описании не забываем также ставить лайки и писать комментарии вот лайк и комментарий это прям самое главное так что наставляйте лайкосом данному ролику и сейчас мы собственно говоря посмотрим буклетик ну тут тоже такой более красивый буклетик джим ривз ларета штерн группа сквизер группа которая была популярна в самой середине в самой середине 90х годов начиная вот с 95 ну в принципе по 97 в 98 году уже такой был отголосок сквизера пару каких то треков ну вот without you wishing you were here ну собственно говоря и история группы сквизер на этом закончилась ребята теперь я хочу чтобы вы в комментариях мне написали как вы запомнили эту группу слушали не слушали есть ли в коллекции делитесь фотками в инстаграме подписывайтесь на инстаграм осязаемая музыка и я подпишусь на вас может быть и будем смотреть фотографии может у кого-то синглы даже есть группы сквизер у меня синглов нету вы знаете я их не собираю а двух альбомов группы сквизер вполне хватает и да это уже не такой европоп евроденс такой чисто поп больше потому что здесь конечно в музыке нет никаких звуков наших любимых начала 90-х где вот это техно присутствовало очень много различных крутых звуков это простая такая легкая поп музыка очень простая но вот в середине 90-х это вот как раз таки было очень популярной как я уже сказал группа возникла в 95 году первый сингл сканди рэнди и пошло-поехало ну блюджинс и вот гирид райт и мои самые любимые самые прикольные ну гирид райт вообще классные кто не слышал послушайте она на многих сборниках есть в общем я думаю все слышали все помните ну и на этом все вот такое вот видео группа сквизер такое классическое сегодня видео на классическую тематику рок наверное не всем заходят но рубрика что послушать будет продолжаться накопал я очень классных команд вы посоветовали все слушаю в общем надеюсь вы тоже послушали группу докин и вот я прям хочу чтобы в комментариях написали как вам зашло или нет и написали как вам группа сквизер ну а на сегодня все ребята ну а пока всем пока 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 ну а